Установили на картер следующая часть штилем S210, S230, S250. Переворачиваем на другую сторону и каждый болт на свое законное место. Четыре болта длинных должно быть. Далее не спешим и закручиваем. Закручиваем таким образом. В обратную сторону, чтобы в резьбу войти, а потом закручиваем. То же самое. Следующий болт. То же самое сначала в обратную, потом на свое законное место. Прикручиваем плотно, но чтобы не сорвать. Аккуратно, не спеша. Крест-накрест. Прикрутили плотно, хорошо. Дальше ставим разгонную муфту. И проверяем ход поршня. Он должен ходить легко. Все хорошо. Далее занимаемся подготовкой картера. Устанавливаем шланг. Бензошланг. Должен он стоять вот так вот. Шланг установили. Теперь устанавливаем фильтр. Для этого нам понадобятся наши зажимы. И фильтр у нас на месте. Ну и можно закрыть также крышку. Здесь специально для вот этого места, для вот этого есть куда попасть. Вот здесь вот сбоку он уходится. Попадаем в разрез и поднимаем на себя. Ну и стандартно закрываем закрытие данной крышки. То же самое с маслом шланга. Так, теперь приступаем к маслу. К системе массоподачи. Маслоподачи. К системе массоподачи мы приступаем. Значит, вот такой вот шланг будет идти с фильтром, как на 180-ке. И вставляем его туда. Там перегородка есть. Поэтому немножко в сторону, и он зайдет. Все, шланг на месте. Дальше. Вот такая вот есть. Не знаю, как это. В общем, канал. Мы устанавливаем вот эту часть в шланг, а вот эту часть в наш канал. Но предварительно нам сюда надо установить маслонасос. Маслонасос устанавливаем очень просто. Берем от выхлопной наш болт. Закручиваем в маслонасос. Ставим маслонасос согласно вот этой инструкции. Вот она инструкция. Вот как здесь выемка, так и здесь выемка. Так и ставим. И подбиваем сюда молоточком. Обязательно смотрим в эту сторону. И смотрим, чтобы маслонасос у нас не вышел за юбочку. Вот здесь надо смотреть. Вот здесь вот юбочка, чтобы только показалось и все. Все, юбочка показалась. Этого достаточно. Надеюсь, видно. Все. Этот болт нам уже не понадобится. Далее установили вот эту часть. Переходник, так называемый. На переходник предварительно, если у вас новый шланг, наносим что-то типа литого. Ну, смазочку. Что сюда, что сюда. Немножко. Надо, чтобы лучше было сцепка и герметизация. Хотя не обязательно. Кто-то говорит. Но если штиль это делает, значит и мы сделаем. Все. Установили на место. Вот так это должно быть. Плотность хорошая. И там, и там. Ну, и теперь закручиваем. Для закручивания здесь идет болт двоечка с шагом резьбы два с половиной миллиметра. Это шаг резьбы. Ну, и диаметр с резьбой вместе пятерочка. трещоточка у нас должна стоять как положено. Так, все. Дальше устанавливаем привод маслоцепи. Придорательно покажу, как он выглядит. Вот такая вот елочка. Здесь зуб у нас получается косой. А здесь у нас тоже косой зуб. Все стоит это в пластиковый такой вот держатель. Пластиковый. Все очень просто и гениально. А все, что гениально, то и просто. Так, поставили и прижимаем. Далее закручиваем вот этот вот винт. Все. Натяжитель на месте. Далее приступаем к установке системы тормоза. Тормозного механизма. Вот здесь мы должны литольчиком пройтись сверху. Здесь у нас будет основной ход. в принципе он подобен 180-му механизму один в один. Далее устанавливаем сам механизм. вот здесь у нас цифры. Но мы должны поставить ее цифрами вот сюда к картеру. Поэтому ставим его вот таким образом. здесь дырочка будет и попадаем вот вот этой дырочкой и этим механизмом наш ток. Предварительно смотрите, чтобы вас не убежало вот это. дырочка получается. вот так получается. Здесь видно. Далее устанавливаем пластиковое уплотнительное колечко. пластиковое поплотнительное пластиковое и ставится вот так. Дальше идет стопорное колечко. Для стопорного колечка нам понадобится уткогубцы все механизм на месте далее предварительно смазываем вот это вот место место схождения хождения вот этой пружины ставим пружину и натягиваем таким образом где же такая вот так он работает очень элементарная простейшая система далее устанавливаем ленту тормоза здесь нигде никаких не надо городить далее устанавливаем вот такой чехол защиту дальше берем таких два болтика здесь у нас получается они девятнадцатый по длине диаметр четверочка шаг резьбы 1 миллиметр устанавливаем в эти места и закручиваем закрутили далее устанавливаем вот такие направляющие для цепи установили далее установим крышку масло бака хотя это можно сделать любой момент я установлю сейчас и будем устанавливать катушку зажигания катушку зажигания устанавливаем вот таким образом далее устанавливаем вот такой проводочек вот сюда вот в эту канавочку сейчас приближу сюда вот проводочек в эту канавочку и здесь у нас один проводочек и здесь один далее подгибаем вот эту пластину немного вот таким образом подогнули еще даже у нас должен зайти вот этот желтый кабель далее вот этот кабель вот сюда вот идет желтый зеленый здесь вот у нас болтик идет один с шайбы вот такого плана сейчас скажу какие и сюда идет тоже два болтика с шайбой значит вот сюда у нас идет 19 миллиметров пятерка шаг один миллиметр вот такой вот болт сюда у нас идут по бокам катушку зажигания держателя два болта с насечками шайба вот сюда вот два болта получается 22 здесь у нас 5 и шаг один миллиметр вкручиваем предварительно желательно вот сюда вот фиксатор резьбы обязательно добавить вот так получилось вот эти два болтика мы до конца не закручиваем поскольку у нас здесь будет маховик вот этому полностью закрутили и устанавливаем силовой кабель тупой отверткой немножко его туда вот так получается надеюсь все понятно все все видно теперь устанавливаем маховик чтобы установить механ маховик нам надо поршень чтобы чуть чуть выше выхлопного окна пошел далее застопорить поршень для этого есть топора я буду использовать вот такой стопор поршни устанавливаем и прижимаем дальше устанавливаем маховик здесь паз есть и в маховике тоже есть паз паз в паз далее сюда наносим герметик он же фиксатор резьбы и закручиваем гаечку далее застопорили поршень застопорили поршень и закручиваем гаечку я показываю как вручную закручивается можно желательно закручивать только вручную и с чувством все далее не вынимая стопор устанавливаем муфту точнее в данном случае червячный передачу предварительно и смазаем внутрь устанавливаем червячную передачу на место смотрим как крутится маслонасос крутится хорошо значит хорошо дальше устанавливаем прижимную пластину надписью топ к вам топ делают написано топ к вам далее разгонная муфта вот выступами вот эти под шестигранник на вас это вот внизу должно быть и в обратку крути далее разгонную муфту надо зафиксировать зафиксировали далее игольчатый подшипник пластиковой смазать не обязательно далее устанавливаем корзину сцепления попадаем попадаем вот этим вырезом зацепление вот здесь игольчатый подшипник попадаем зацепление проверяем далее устанавливаем звездочку шайбу и стопорное колечко вот так он должен этот механизм работать дальше ищите точку с диаметром 025 и устанавливаем между магнетом и и катушкой зажигания максимальное сопротивление ищем вот максимальное сопротивление теперь можно закручивать эти два болта далее визиточку вытаскиваем берем щуп 025 и проверяем все прекрасно дальше будем рассматривать ручку газа тут у нас механизм простейший как на сто восьмидесятки примерно похож у нас рычаг туда идет пружина под рычаг